Рабочий визит в Ленинский городской округ депутата Московской областной думы Юрия Липатова начался с небольшой экскурсии по Витненскому художественно-техническому лицею. Особое внимание народный избранник уделил работе школьной столовой. Готовите сами? Нет, сами. Сами, да? Да. У нас очень давно работает пищевод на среде. Юрий Липатов поинтересовался, сколько детей завтракают и обедают в школе, где закупаются продукты, пообщался с поварами. А также поговорил с родителями учеников, которые пришли проконтролировать качество завтрака в школе. Фрукты детям, йогурты дают детям, масло, путерброды. Дочка всегда любит макароны с сыром. Я хочу сказать, что психология детей, она еще и такова зачастую. В столовой нравится почему-то больше, чем иногда дома. Родительский контроль очень важен. Почему? Потому что родители напрямую дают оценку качества питания, смотрят, дают какие-то советы. Мы их обязательно берем в работу. Также Юрий Липатов спросил у самих ребят, нравится ли им кушать в столовой. Ребята заверили. Кормят в школе сытно и вкусно. Мы стараемся, пропагандируем здоровое питание, участвуем в конкурсах, которые организует и Роспотребнадзор, и в муниципальных конкурсах мы участвуем, да и в свои собственные уроки технологии, кулинарии в частности, проводим. Меня больше беспокоило, вот пищу готовят здесь или привозят откуда-то из общепита, что было еще несколько лет назад системно на территории нашей Московской области. И, как говорится, очень хорошо, что все-таки мы это мнение переломили, и в конечном итоге опять же пришли к тому, что пища должна готовиться здесь. Затем депутат Московской областной думы отправился в одну из аудиторий пообщаться с трудовым коллективом лицея. Он рассказал педагогам о работе, проведенной Московской областной думой в 2020 году, упомянул о том, что еще предстоит сделать и ответил на вопросы учителей. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно.ТВ.